Первый телеприемник был изобретен в конце 20-х годов 20-го века в Соединенных Штатах Америки. За свою почти вековую историю голубые, а после и цветные экраны захватили без преувеличения половину планеты. Сегодня, в годовщину праздного День Дня телевидения, журналисты в регионах и на периферии используют современные технологии, и 8-й канал не стал исключением. В эпоху интернета, главного конкурента телевизора, цифровые технологии пришли на помощь работникам по ту сторону объектива. Это особенно актуально для молодежи, которой нужно подавать не только актуальный и свежий контент, но и картинку должного качества. К слову, 8-й канал стал первым во Владивостоке, перешедшим на вещание в HD-качестве. Сегодня у телевизионщиков есть все необходимое – продвинутые программы для монтажа, студии, микрофоны, современные камеры и квалифицированные кадры. Впрочем, на заре телевизионного вещания один из его изобретателей, русский инженер Владимир Зворыкин, даже не подозревал о подобных возможностях. К слову, последние минуты перед отъездом в США, где он и подал патентную заявку на свое великое изобретение, он провел именно во Владивостоке. Об этом студенты высшей школы телевидения при университете в ГУЭС три года назад даже сняли собственный документальный фильм. Но это не единственная заслуга кузницы телекадров. У многих ребят собственные проекты и, собственно говоря, многие в этих проектах добиваются достаточно интересных результатов. Ну вот, например, три последних года наши студенты принимают участие в международном телевизионном конкурсе «Человек и море». Это конкурс не только телевизионных проектов, но и документального кино. В стенах учебного заведения сегодня обучается почти 200 студентов, многие из которых уже успели поработать не только в качестве корреспондентов, но и операторов, монтажеров, ведущих эфира и технических специалистов. Я думаю, что это свидетельство того, что профессия интересная, и ребята в основном приходят осознанно, и, что самое главное, они очень разные, действительно понимающие, что телевидение – это целый мир, это не только ведущие в кадре, это еще и режиссеры, и продюсеры, и операторы, и линейные продюсеры, это звукорежиссеры. Парадоксально, но факт. Несмотря на то, что телевидению в России как таковому уже больше 80 лет, пункт «Телевизионщики» – специалисты и бакалавры – появился в официальном перечной профессии лишь 8 лет назад. Первой стала высшая школа ТВ при МГУ в Москве. Во Владивостоке первый набор специалистов начался в 2013 году, и никто не сомневается, что в будущем эти новые кадры зададут направление приморскому телевидению. Евгений Черемухин, Василий Косилов, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.